Ребят, всем привет! Я уже начинаю, не знаю, который раз снимать видео, но моя камера постоянно фокусируется на предметах, которые позади меня, и я все время в расфокусе. Я знаю, что вас это раздражает, поэтому я перезаписываю видео, повернулась к стенке, чтобы ничего не отвлекало. Вот, сегодня что? Сегодня выходной, вчера я мучилась с болями в спине, поэтому сегодня у меня домашний режим, я позволила себе поспать, не то чтобы поспать, я все равно рано просыпаюсь, потому что дети мои уехали на Комик-кон, это, в общем, я не знаю, если вы в курсе, там аниме, косплей и всякое разное такое, в общем, Катя повезла Риту и ее подружку на этот фестиваль. Для взрослых там вход безумных денег каких-то стоит, детям бесплатно, вот, так что Катя сегодня за взрослую, за старшую, спрашивайте, а где Рита? Для меня достаточно странный вопрос, потому что я не понимаю, меня спрашивают, где Рита в данный момент или где Маргарита вообще? Естественно, Маргарита живет со мной, и я думаю, что этот вопрос вообще, в принципе, не должен каким-либо образом всплывать. Вот, так, что я сегодня делала, в общем, я позволила себе долго поваляться, посмотреть видео, я сейчас зависла на видосах Марины Ивановой, Марина Иванова, фея, посмотрите, если вам интересно следить за жизнью людей, Мариночка живет сама в Италии с двумя дочками и сейчас делает ремонт своими силами, в общем, делится своими переживаниями. Марину я знаю очень давно лично, Марина даже когда приезжала в Киев, мы встречались и она была у меня в гостях, я даже делала ей макияж, так что, Мариночка, тебе огромный привет, я оставлю ссылку на Марину, в общем, я зависаю на ее видео, каждый день слежу за процессом, за ремонтом, безумно интересно. Вот, так что полежала до 12, потом поднялась и решила привести свою комнату в порядок, я люблю, когда чисто, когда все на своих местах и меня очень раздражает пыль и когда все разбросано, поэтому если я дома, то обязательно нужно, чтобы было у меня все на своем месте, иначе я чувствую какой-то дискомфорт, мне кажется, что какой-то хаос вокруг и это раздражает очень сильно. Вот, так что привела в порядок свою комнату и начала разбирать, закинула две стирки, начала разбирать уходовую косметику, в очередной раз поняла, что у меня ее так много, учитывая, что у меня сейчас идет направлена борьба с пигментацией, я использую определенные средства, это долгоиграющий процесс, естественно, все стоит на месте, вот, там какие-то масла, какие-то уходовые новинки, в общем, много-много всего, то, что я там где-то пробовала, но отставила, в связи с тем, что использую сейчас профессиональный, в общем, уход от пигментации. Видео я вам готовлю на эту тему и думаю, что буду просто делиться промежуточными результатами, результаты однозначно есть, я думаю, вы видите, что пигментация не такая ярко выраженная, как была, например, на Мальдивах и на Мальдивах это был просто ужас ужасный, но, знаете, сидеть и депрессировать от того, что ты похож на жирафа, ну, ну, камон, я знала, что я вернусь домой и займусь серьезно этим вопросом, в общем, этим я сейчас и занимаюсь. Сейчас ко мне идут Алина с Леной, я их жду-жду-жду-жду-жду-жду, они вот там в магазине что-то покупают нам к чаю, у меня реально несколько дней перерыв, я даже сторизы не снимала, потому что спина, вчера вообще было коматозное, просто коматозное состояние, я думаю, что помимо моей мануальщицы, я еще у нас на нашем районе есть центр реабилитации, я думаю, что пойду туда еще, как минимум на консультацию, как максимум на эти процедуры, да, то есть заниматься с специалистом, чтобы там со спиной что-то сделать. Моя банда, конечно же, на месте, банда моя спит, охраняет мою кровать. В принципе, по традиции я теперь показываю вам моих красавчиков, вот один клубочек. Клубочек, клубочек, а что такое? И тебя не беспокоить? Нет? Микоша, Микоша, тебя не беспокоить? Зайка? Ну? Вот так. Мои зайки любят меня. И еще один зайка. И что? А ты думал, я не подойду к тебе? Ты уже думал, что тебя не любят? Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой зайчик. Ритулечка на днях его покупала. Кстати, мне не нравится, как в этот раз стригли, уже он отрос, но вот эти пейсы оставили сильно длинные, они достаточно странно смотрятся, в общем, как-то не очень, хотя всегда мне нравится. И первый раз мы его подстригли полностью, вот лапы короткие. Всегда у Илюши была такая модная стрижка. Но так лапы у него сильно путаются, что я решила, что по-простому будем. Да, Илюшенька? Ну, что уже там? Ну, по-простому, по-простому. Ой, ты мой красавчик. Так, вам свою комнату всегда кусочками показываю. Ну, мой столик любимый, естественно. Здесь все самое-самое лучшее, самое любимое. Здесь все по-прежнему. Вы знаете, так получается, что сейчас роза поп у меня воспринимается как домашний аромат. И я всегда, когда дома, у меня даже какое-то время стоял в ванной комнате, мне хочется им пахнуть именно дома. Он какой-то очень уютный, домашний. И я, кстати, его сама покупала себе, потому что это, по-моему, давно уже не новый аромат, не новая версия. Поэтому я, когда в магазине его занюхала, я поняла, что мне прям его очень хочется. Очень приятный. Так что, это мой такой домашний... Ассоциация с домом. Как-то тепло, уютно, здорово. Ну, и на холода, я уже говорила, вот этот аромат сейчас мне очень-очень круто заходит. Все, любовь. Это вообще полочка моя любовь. И я готова ее показывать бесконечно. Я очень долго, кстати, этот уголок пыталась привести в какой-то такой вид, чтобы мне было... Там надо зеркало, кстати, протереть. Чтобы мне было комфортно снимать видео. Но знаете, чего не хватает? Вот не хватает того, что вы можете сделать в своей квартире. Это прибить гвоздик, черт подери, и повесить, например, вот эту доску, да, там, с фотографиями, с открытками. Повесить сюда, сделать более какой-то уютный вариант. Либо картину повесить. Вот здесь была одна дырка. Вот сюда я и прибила, там, повесила свою кнопку. Но в целом, вот, что в квартире, да, в доме создает уют? Вот это все-таки какие-то декорации, элементы декора. Я вам так уже показываю комнату, потому что, мне кажется, я ее вот целиком никогда не показывала. Это моя спальня. И кровать здесь уже подубитая. Сколько я не прибивала, ламели. Вот тут вот все время отваливаются. Можно даже увидеть, что она чуть-чуть перекошена. Все время отваливается и падает. Комоды тоже уже достаточно старые. Ну, все равно оно так стоит, картины никакие не повесить. И за счет этого достаточно так не... Ну, я не могу сказать, что неуютно. Я максимально пытаюсь тут что-то такое создать, да, там, какими-то цветами, еще декором. Но в целом я, например, по-другому вижу уютную комнату. И если бы это была моя квартира, здесь было бы все совершенно по-другому. Так, что у меня... Кстати, дверь разбита была, когда я сюда заезжала. Да, Микось? Вот, жила до меня семья с двумя детьми маленькими. Я так подозреваю, что это они разбили. Мика ходит, проверяет, чтобы мы там ничего у нее не съели. Здесь у меня тоже тут какие-то... Это Илюшина лежаночка. Здесь просто стоит телевизор, который я не смотрю вообще. Ну, то есть, не знаю, наверное, в моем доме у меня телевизор был бы только на кухне. Там, где собирается вся семья. Там, если ты что-то готовишь, чтобы там музыка какая-то играла. А в целом нет. Что очень-очень мне нравится, что в моей спальне за вот этой шикарной дверью есть гардеробная. Но мне сейчас просто стыдно ее показывать вам, потому что там нужен порядок, нужна уборка. И сейчас здесь просто жутчайший беспорядок. И мне нужно менять сейчас гардероб на... Тут лампа стоит. Летний гардероб убирать и уже доставать зимние, осенние вещи. В общем, все перебирать. Здесь у меня духи тоже, косметики много. Вот, другую сторону с вещами я вам не показываю, потому что там просто переворот. Ну, думаю, может быть, как-то устрою. В принципе, на днях я планирую разбор гардеробной моей. И нужно уже вещи доставать, конечно, потому что более теплые вещи у меня спрятаны. Ну, может, потом вам покажу или вместе с вами. Так, у меня с бровями все нормально, а то я как-то их зачесала. Они кажутся какими-то огромными. Может быть, и сделаем разбор гардеробной. Но посмотрим, потому что сейчас у меня спина побаливает. И буду смотреть по своему состоянию, потому что, конечно, лазить по шкафам, все убирать. Это нужно сейчас иметь здоровье. У меня спина не в том состоянии. Показываю вам комнату специально, чтобы послышать каких-то ваших советов, как сделать ее более уютной. Потому что, да, я сначала думала, что я буду уезжать, буду съезжать. И вообще очень сложно, да, не свое жилье как-то создать в нем уют. Но очень хочется, потому что я не знаю, насколько долго я буду жить в этой квартире, несмотря на то, что она не дешевая. Но так как я снимала ее два года назад, даже больше, она мне идет по цене той еще. Если сейчас искать, например, новую квартиру, то это первый-последний месяц, это брокеру, и цены, они немного другие. То есть за эти деньги, которые я плачу за эту огромную квартиру, я не найду такой квартиры. Это 100%. Я смотрела, я искала, думала что-то подешевле снять, но шила на мыло. Получается, то есть вообще нет смысла переезжать. Вот просто нет. Нет, есть смысл переезжать только в свою квартиру. И надеюсь, что я когда-нибудь это действительно сделаю, потому что очень хочется, очень хочется свой уют создавать, делать так, как ты хочешь, свою квартиру, куда хочешь гвозди бить. В общем, имеем, что имеем. В принципе, я не жалуюсь, но хотелось бы как-то поуютнее, что-то тут поменять, может быть. И может быть, у вас будут какие-то советы. Я смотрю сейчас с огромным удовольствием блоги, где делаются ремонты. Я так по-хорошему, по-доброму радуюсь за людей, что у них свое жилье. Кстати, Анечка Купер тоже сейчас переезжает в свой дом, да, и тоже занимается, и все мысли заняты тем, что нужно там сделать ремонт. Вот я прям радуюсь за людей, и, конечно, тоже мечтаю, и надеюсь, что когда-то мы с вами будем делать тем, и не ремонт, и следить за всем процессом. Я очень этого хочу. Показываю тоже немного ванной. Здесь еще не мыло, но так потихоньку. Кстати, Эльсеф. Я по совету Лизы Красновой купила всю линейку. Мне очень нравится. У меня дети просто в диком восторге от аромата, от шампуня. Я взяла сразу и кондиционер, и маску купила, и купила где-то тут... А, вот есть еще тоже у меня тут вот для волос. Именно вот это средство спорно, пока еще не поняла, нравится мне или не очень нравится, потому что я люблю просто масла и термозащиту на волосы наносить. Но еще пока пробую. А вот шампунь, да, действительно очень понравился. И вот я перебирала здесь вот все свои средства. Ну, видите, ну так много, так много. Куча масел каких-то, видите, там что-то заказывала, что-то с Лук Фантастик приходило. Это масло я покупала. Все время спрашивают, ой, блогеры, наверное, нихрена не покупают себе. Только там хвалят то, что им присылают. Девочки, я реально покупаю тоже очень много всего. Потому что, ну, есть средства, которые мне хочется лично самой попробовать. Вот, например, тоник этот, Клоранс, да, тоже я покупала. Вот, это масло. Но у меня как-то масла что-то не заходит, вы знаете, подсыпает немножко. Поэтому здесь очень много масел. Может быть, на зиму что-то я и начну использовать. Посмотрим. Короче, масла. Здесь тоже разные умывалочки, уходики. И это все нужно мне, наверное, располовинить и поделиться с девочками. Здесь маски, патчи. Вот это очень классное средство. Масло для тела от Ифраше. Обалдею от него. Масочки для лица. Килс очень классная. Вот это маска Афродита. Я снимала в Инстаграм. На нее такой обзорчик в IGTV. Посмотрите, обязательно зайдите. Я сегодня себе, кстати, делала ее, пока убирала. Это вот как раз пилинг, отбеливающая, ну и патчи под глаза. Это то, что я вот использую. Там у меня для волос средство, а там все подряд. Навела здесь небольшой порядок. Что-то добавила. То есть есть средства, которые я давно не использовала, но перебирала и достала. Кстати, тут у меня был тональный от Герлены. Я про него вообще забыла. Вот сегодня я, кстати, им сделала тон. Нанесла. Мне очень нравится. Я им прям пользовалась сразу, когда только он вышел. А потом вот он у меня тут затерялся. Так, это об этом я буду рассказывать в отдельном видео. Это средство. Я амбассадор этого средства. Это македа. Это такой из натуральных ингредиентов против роста волос. Я вот сейчас тестирую и буду тоже делиться с вами впечатлениями. Ну и тут вот все, что я люблю, что использую. Видите, у меня сверх мицеллярка уже заканчивается. Так, ну тут я многое вам показывала. Этот крем у меня закончился. И Фоклар Мэтт очень крутой. Мне нравится. А это девчонки уже пришли. Идем встречать. Девочек. Илюша идет встречать. А Илюшенька идет встречать девочек. Девочки так долго были в магазине. Здравствуйте. Это вы к чаю купили? Боже, девочки купили к чаю. Понимаете? Ну, заходите к чаю. Яйца к чаю. То есть помидорчики. А, то есть почему вы у меня красные, я не знаю. Заходите, гости дорогие. Сейчас вот вам тапочки приготовила. Боже, спасибо. У нас сегодня влог, но тут свет какой-то у нас не очень. Понимаете? Вот нету кому вот тут вот сделать лампочки. Да ладно, я вам хочу сделать. О, Леночка. Ладно, сейчас мы пойдем, короче, на кухню, потом уже вам покажемся. Ну-ка, какой у нас маникюрчик. Ничего себе. Красный, наконец-то. Я, да, я все-таки... Ну, осень. Меня всем салоном уговорили. А эти девочки, я была близка. Ну, может быть, черный, может быть... Нет. Надо. Да, Денис, классный. Не помню, как назвать. Красный. Что он там прямо у них в топах. Угу, ну, красивый, красивый. Я пока без маникюра, кстати, хожу. У меня ногти отдыхают. Так, ну что? Я показываю девочке вам. К чаю. К чаю, значит, у нас тут. Как бы захотелось. Простите нас. Ой, заварные с кремом. Ух ты мой. Так, иички девчонки купили. Не, ну мы сейчас еще покушаем, а что, багетик. Мы к чаю. Ага, это вы меня типа проведать пришли. Это вы меня проведать пришли. Да, я нажала, у меня спина болеет. У меня шаром покатил в холодильнике. Так, это помидорчики. Шикардос. О-о-о-о. Так, дальше. Молочко, кофею можно. Мы только не нашли без лактозного. Сорян. Мы уже подумали, что... Девочки, вы что, с ума сошли? Еще и мясо купили мне? Это диетич. Вы уверены? Не, ну ты посмотри на них. О-о-о. Так это можно сейчас вот так вот прямо сготовить. Так. Можно курочку порезать. Можно... Мы не в холодильнике. Точно? Мы вот худеть будем. Хорошо, вы худите. А это вы уже там себе наушим. А я сейчас сделаю курочку с... Боже, спасибо, девочки. Ничего себе. Принесли мне еду. Кушай, кушай. Это долго, да. Все, я докинула сюда овощей. Смотрите, отлично. Такое у нас овощное рагу с курочкой будет. Все. Это готовится. И у нас есть такая домашняя колбаска. Мы ее сейчас разогреем. Вот, Алиночка, конечно же, святое. Это классика жанра. Мы уже привыкли. Да, Лена? А мы привыкли к тому, что Лена ест много хлеба с маслом и Лена в шапке. Ленка всегда у нас в шапке, когда второй день, да? Да. Второй день головы. Второй день головы. Головы в шапке. И с маслом. Приятного? Это настолько приятного. Все такое, что я вчера в Туре составляла, рассказывала, как я хочу сладкого. И я продолжаю его хотеть. Ну, значит, все. Прямо вот я кусаю. И знаете, когда ты продолжаешь? Райское наслаждение. Райское вообще. Вообще. Ой, приятного аппетита нам. Так, девчонки, знаете, что мы сидим обсуждаем? Вот вы спрашиваете, есть ли у Алины канал. Сейчас есть музыкальный канал, да? На котором там наши клипы и Алины на клипы. В общем, наверное, будет отдельный канал, да? Ты созрела? Я созрела. Я вот я заметила, что мне интересно снимать сториз. Девчонки, мне нравится, что есть ответы, мы общаемся. Но мы общаемся в основном в личке с девочками. И я понимаю, что, конечно, музыкальный канал, наверное, ну, смешивать с такими штуками, наверное, не стоит. Давай, делай влоговый и будем, будешь снимать. Девчонки, давайте голосуйте в комментариях. Давайте уговариваем Алину создать канал. Короче, я думаю, что мы сейчас сделаем канал. И я оставлю ссылочку под этим влогом на Алинын канал. Смотрите на меня прямо это. И все, ну, такое железо пока горячо, чего откладывать? Вот реально, Лена, скажи. Лена, вот в шапке сниматься, вот тут интересно. У Лены, кстати, знаете, сколько поклонников? Я когда снимаю сторизы, вообще просто у меня разрывается этот, ну, приват, да, как это называется? Ну, директ, да. Директ просто все. Ленчик, такая позитивная, Лена. Посмотри, как тебе любят люди. Надо делать свой канал и все, влоговый. Я тебе вчера показывала, говорила, это правда. Нет, это, конечно... Я тоже всех люблю. Честно, пречестно. Это не значит, что девочки не будут на моем канале появляться. Будут без вариантов. Ты знаешь, мне надо действовать, что мы исчезли. Потому что я не могу лишить своих зрителей, своих позитивных подруг. Да, у нас уже, я хочу сказать, что у меня очень много девочек как раз от тебя, которые пришли. Ну, все, значит, мы сейчас сделаем канал, девчонки. Я оставляю ссылку. Сразу подписывайтесь, чтобы Алина уже не отвертелась. И давай ждем влог. Илюшенька. Он тоже хочет просто свой канал. Да, он хочет тоже свой канал. Илюшенька, да. Мое солнышко. А еще хотел пироженок. Прожить жизнь без пироженок. Да. Илюше придется. Это не жизнь без пироженок. Так, все, давай делаем канал. Девчонок провела. Сейчас буду монтировать влог. Ну, и отдыхать. Сегодня у меня реально выходной, воскресенье. Завтра с новыми силами. Как говорится, будем снимать новые видео. Спасибо, что были с нами. Сделали Алине канал. Так что я очень надеюсь, что ее энтузиазм не закончится на одном влоге. Я уже давно ей говорила о том, что ей надо снимать видео. У нее достаточно интересная жизнь. Вот, так что ждем новые видео на ее канале. Ну, и с вами мы увидимся уже скоро в новом видео. Спасибо вам огромное за отклик. Я безумно рада, что вам нравятся мои влоги. И это добавляет мне мотивации снимать больше для вас. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok